Необычный арт-объект может появиться в Чебоксарах. Проект «Айги. Поэт света» вошел в шорт-лист всероссийского конкурса «Культурный след». Члены жюри, ведущие культурные деятели, архитекторы и урбанисты среди сотен других заявок выделили и работу чувашских авторов. С ними встретилась наша съемочная группа. Проект Натальи Громовой и Натальи Мисиной из Чебоксар посвящен народному поэту Чуваши Геннадию Айги. 21 августа 2024 года исполнится 90 лет со дня его рождения. Арт-объект как раз и посвящен этому событию. Поэт современного русского авангарда увековечил себя в своем творчестве, но не имеет скульптурного воплощения. И это необходимо исправить, считают авторы. Арт-объект должен быть грандиозным, монументальным, креативным и нестандартным. То есть это не какая-то бетонная конструкция, а совершенно необычный, может быть нечитаемый с первого раза, он требующий осмысления, но должен быть выполнен в форме буквы «А». Айгисты знают, что ряд произведений, также автор посвящал этой букве и рассматривал ее как средство диалога с миром, с космосом, государством, диалогом с самим собой. Авторы памятника предлагают взять за основу букву «А», как сияющую световую точку в поэзии Айги и начальную букву его родового имени. Скульптура будет дополнена стихотворными строками поэта на разных языках мира и символами чувашской рунической письменности. Установить арт-объект планируют на проспекте Геннадия Айги в новом чебоксарском микрорайоне Садовой. Это также будет светящийся объект, потому что всего этого было в творчестве Геннадия Айги очень много. Нам кажется, что это будет уместно сделать как раз на проспекте Геннадия Айги в новом районе, в микрорайоне Садовой. Здесь, получается, нет пока никаких культурных объектов, учреждений. Я думаю, что жители этого микрорайона с удовольствием, может быть, поддержат нашу идею. Я думаю, что мы найдем поддержку среди горожан, и наш объект как раз будет достойно воплощен и украсит этот микрорайон. В этом году всероссийский конкурс «Культурный след» объединил почти тысячу участников из 50 регионов страны. Эксперты выбрали 16 проектов, которые вошли в шорт-лист. Арт-объекты создаются на средства фонда президентского гранта на развитие гражданского общества. За 6 лет уже установлено 14 инсталляций, которые стали местами туристическими и культурными достопримечательностями. Теперь проекты, вошедшие в шорт-лист, предстоит обсудить на общественных слушаниях. Пять из них, которые получат поддержку жителей, будут реализованы до конца этого года. Елена Михайлова, Михаил Солин, Вести Чуваше.